На базе административного центра «Газпромдобыча Ямбург» в Новом Уренгое прошло совещание, организатором которого выступило Северо-Уральское управление Ростехнадзора. В мероприятии приняли участие 15 предприятий топливно-энергического комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, включая, конечно, организаторов. Тема совещания – аварийность на объектах нефтегазодобычи. А ситуация в этом вопросе нерадостная. Это отметила в своем докладе Екатерина Гарифьянова, исполняющая обязанности начальника Новоленгуйского комплексного отдела Ростехнадзора. Так, в 2017 году на объектах предприятий ТЭКа в России произошло 16 аварий. Пострадали 9 человек, 2 смертельных случая. В первом квартале 2018 года зафиксировано уже 5 аварий с 5 пострадавшими и 2 человека с летальным исходом. Если говорить о Ямале, то в 2017 году произошло на объектах ТЭКа 3 аварии, тоже унесшие человеческие жизни. Все это и стало серьезным поводом для такого совещания. Всего на нем прозвучало 5 докладов. От Газпромдобыча Ямбург выступил начальник службы промышленной и пожарной безопасности Алексей Чупанов. Мероприятия приняты по устранению инцидента. Тема его доклада. На примере расследования обстоятельств и причин последнего инцидента, допущенного в нашем обществе в 2015 году, он рассказал о подготовке и применении дополнительных мер контроля качества сварочных работ, формировании перечня недобросовестных дефектоскопистов в обмене данными по таким работникам с соседними газпромовскими дочками. Реализация этих предупредительных мероприятий также способствовала тому, что в компании последние три года не допущена авария на опасных производственных объектах общества. Совещание длилось порядка двух часов. Его организаторы намерены подобный опыт продолжить. Не для галочки мы проводим это мероприятие, а хотим на самом деле пообщаться, ну скажем так, глаза в глаза. Спросить у людей, люди нам зададут вопросы, мы какие-то вопросы на какие-то вопросы ответим. Ну, я думаю, это будет полезное мероприятие для всех.